Исокогорская библиотека номер 14 представляет презентацию «Такие разные зонтики». Что такое зонт? Если верить словарям, то зонт – это тент, навес от солнца – устройство, предназначенное для защиты человека от дождя или солнечных лучей. Первые зонты появились в Китае в XI веке до н.э. и предназначались именно для защиты от солнца, а не от дождя. Они весили 2 килограмма, были полтора метра высотой и не складывались. Их имели носить право только знатные вельможи и состоятельные люди. В России слово «зонтик» пришло из Голландии. Название возникло от морского термина, который обозначал тент, навес в виде полотна или парусины, растягиваемых над палубой корабля для защиты от солнца и дождя. В литературе зонтик встречается довольно часто. Различные персонажи укрываются им от дождя или прячутся от палящего солнца. Но иногда этот предмет используется совсем не по прямому его назначению. Давайте вспомним те изведения, в которых герои придумали новое применение для такого привычного предмета, как зонт. И первым мы с вами вспомним Винни-Пух и все-все-все Алана Миллана. «Мы плывем в твоем зонтике», — сказал Пух. «Мы плывем в твоем зонтике», — сказал Пух. Да, Кристофер Робин вдруг понял, что это возможно. Он открыл свой зонтик, отпустил его на воду. Зонтик поплыл, но закачался. Пух залез в него. И он было уже хотел сказать, что все в порядке, когда обнаружил, что не все. И после непродолжительного кухня он вброд вернулся к Кристоферу Робину. Потом они оба сели в зонтик, и зонтик больше не качался. «Мы назовем это судно «Мудрость Пуха», — сказал Кристофер Робин. И мудрость Пуха на всех парусах поплыла в юго-восточном направлении, время времени плавно вращаясь. Следующим придумал необычное применение зонту Оля Лукоя из сказки Ганса Христиана Андерсона. Когда дети заснут, Оля Лукоя присаживается к ним на постель. Одет он чудесно. На нем шелковый кафтан. Нельзя сказать, какого цвета. Он отливает то голубым, то зеленым, то красным, смотря по тому, в какую сторону повернется Оля. Под мышками у него по зонтику. Один с картинками, которые он раскрывает над хорошими детьми, и тогда им всю ночь снятся чудесные сказки. Другой совсем простой, гладкий, который он разворачивает над нехорошими детьми. Эти спят всю ночь, как чурбаны, и поутру оказывается, что они ровно ничего не видели во сне. Но и обязательно нужно вспомнить Мэри Поппинс, которую придумала Памелла Треверс. Дети прислушались и бросились к окну. Внизу на крыльце стояла Мэри Поппинс, одетая в пальто и шляпу, с аквояжем в одной руке и зунтиком вдруг. Ветер вился вихрями вокруг нее, теребя юбку и сдвинув на бок шляпку до опасного положения. Но Мэри Поппинс, по-видимому, была довольна. Она улыбалась ветру. Похоже, они понимали друг друга. В какой-то миг она еще помедлила на крыльце, оглянулась, потом быстрым движением раскрыла зонтик, хотя дождя не было, и вскинула его над головой. С диким завыванием ветер подхватил зонтик, как будто хватил вырвать его из рук Мэри Поппинс. Но она держала крепко. Впрочем, ветер не возражал, но еще сильнее вернул зонтик, и Мэри Поппинс оторвалась от земли. Сначала она почти касалась ногами гравия, легко перемокнула через калитку и скоро уже летела над кронами вишневых деревьев. Вот такие интересные и известные всем сказки. А еще мы рекомендуем вам прочитать другие произведения про зонты и зонтики, большие и маленькие. И, конечно же, мы предлагаем вам самим сделать для себя волшебный зонтик. Для работы вам потребуется цветная двусторонняя бумага. Она может быть как одного цвета, так и разноцветная. Циркуль или предмет круглой формы, клей, спица или деревянная шпажка. Из цветной бумаги вырежьте 9 одинаковых кружков. Каждый кружок согните пополам, а потом еще раз пополам. Склейте каждый кружок сначала по внутреннему сгибу, а потом по диагонали внутри сгиба. Склейте детали между собой, намазывая клеем только верхнюю часть одной стороны. У вас получилось подобие слоеного пирога. Не забывайте, что детали необходимо сложить в одинаковом направлении. Ну что, заготовка купола зонта готова. Возьмите прямоугольник цветной бумаги произвольного размера и туго намотайте его на спицу или шпажку. Не забудьте закрепить клеем уголок в конце работы. Это будет ручка зонта. Чтобы было удобнее дальше работать, расправьте купол зонтика, поправив каждый сегмент. Теперь намажьте клеем стык купола и приклейте палочку-ручку. Склейте две боковые стороны, оставив ручку внутри. Снова расправьте все сегменты зонтика. При желании прикрепите нить для подвешивания. Вот такой чудесный зонтик у нас появился. Не знаю, сможет ли он укрыть вас от дождя, но от плохого настроения обязательно. Благодарю вас за внимание и до новых встреч!